13 февраля у любителей находиться всегда на своей волне радостное событие. Планета отмечает праздник Всемирный День Радио. Поздравить наших коллег Национальное Радио Чувашии и Таван Радио отправилась Юлия Важенина. В радиоэфире в основном звучат любимые песни ведущего. Он читает текст по бумажке и на зарплату ведущего можно купить самолет. Огромное количество слухов ходит о техническом чуде Попова и о людях, которые работают на радио. И сегодня во Всемирный День Радио Национальная Телевизия Чувашии решила развеять все мифы. Андрей, есть такой миф, что ведущие эфира ставят в эфир как раз только свою любимую песню, это правда? Когда я работал в эфире, я делал исключительно так, и я ставил «Привет, Андрей». Не, на самом деле, конечно же, нет. Есть ротация, такое понятие, и вот по ней обычно линейные эфирщики работают. Вот тут такой миф, что радио слушают только в машине, это правда? Я думаю, нет. Почему? Потому что в основном национальное радио, оно вещает в районах, и в каждом доме, не только в доме, еще в городе, там во дворе, везде-везде радиоприемники звучат, гремят, и поэтому я не согласна с этим. Ален, есть такой миф, что радиоведущий должен только хорошо уметь говорить. Это самое главное, это единственное, это правда? Да, это, наверное, очень важно, но не только хорошо говорить, мне кажется, есть и другие задачи, которые должен перед собой ставить радиоведущий. Также мы пишем и делаем другие передачи, то есть это тоже, это же тоже занимает много времени. Очень много той работы, которую радиослушатель не видит и, наверное, не знает, ну он, в принципе, наверное, и не должен знать, но ее много. Есть такой миф, что радиоведущие читают только по бумажке, правда? Нет, абсолютно неправда, потому что экспромты рождаются иногда прям вот сходу, особенно когда это хороший гость, хорошо подготовленный, и когда ты, естественно, владеешь ситуацией, владеешь историей, владеешь историей этого человека, потому что он тебе интересен, но ты живешь его жизнью. Есть такой миф существует о том, что на зарплату ведущего можно купить самолет, на зарплату радиоведущего, правда? Да. Где твой самолет? Ну, вот здесь прямо можно выйти с правой стороны, у нас есть площадка вертолетная, но у меня, правда, не самолет, у меня вертолет. Долго ты купил на вертолет? А, я, конечно, достаточно много. Ну, и два года, за два года добился. То есть, ребят, за два года можно купить вертолет, приходите на национальное радио. Да, ребята, приходите на национальное радио, особенно со знанием чёрского языка. Конечно, шутки шутками, но радио – это далеко не просто пришёл, поболтал в эфире и пошёл по своим делам. Здесь, как и в любом другом СМИ, работы определённо хватает. Например, рабочий день Алена начинается в 7 утра. А с понедельника по четверг именно её голос будет всю республику. Самое главное, самое сложное – это встать. Встать с утра. Я встаю вот в 5 утра. Мальчики удивляются, почему ты встаёшь в 5 утра. Мы встаём в 6.30 утра и приезжаем одинаково, говорят мне. Ну, мы же девочки, нам надо и подготовиться, волосы уложить, собрать и так далее. Ну, мальчикам, конечно, чуть попроще, но вставать в 6.30 утра – это тоже нелегко. Каждый день, каждый будний день. В этом вся, наверное, сложность. В этом году национальное радио Чуваши отмечает юбилеем – 10 лет. В преддверии этой даты нацрадио наконец-то появилось в Чебоксарах и городе Спутники. Национальное радио, приезжать его, работает с чувашским миром, миром чувашского языка, чтобы оно звучало, чтобы язык наш чувашский звучал как можно чаще и привлекал ещё больше людей. Мы хотим, чтобы он жил, наш язык развивался прежде всего. Если национальное радио только появилось в столице, то Таван-радио наоборот. С осени будет вещать не только в Чебоксарах, но и по всей республике. Здесь уже начали активно готовиться к этому событию, придумывают интересные программы и новый формат вещания. Прежде всего, всё-таки, больше, больше, наверное, эта работа голосом. Вот нравится мне эта работа, не столько показать себя, вот столько, наверное, чтобы услышали твой голос, чтобы радиослушатели получили информацию. Поэтому я считаю, что за радио будущее. За радио большое будущее. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.